А чтобы отопительный сезон на главном объекте теплоэнергетики областного центра Биробиджанская ТЭЦ прошел спокойно, сегодня здесь провели масштабные учения. Пожарные и спасатели отработали действия и показали умение справляться с крупным возгоранием. Подробнее Алексей Калашников. ТЭЦ – объект стратегический. От него в первую очередь зависит, будет ли в наших домах комфортно зимой. Поэтому бесперебойная и запасная работа сейчас главная. Не случайно спасатели и пожарные накануне отопительного сезона ежегодно здесь устраивают учения. По легенде учения, в результате халатности при сварочных работах вспыхнула угольная пыль в подземной галерее углеподачи. Из-за пожара в ней наблюдается сильное задымление, а двое пострадавших заблокированы. Начальник смены ТЭЦ сообщила ЧП в службу 0-1. До прибытия огнеборцев обученные специалисты эвакуировали основной персонал и попытались самостоятельно справиться с пламенем. Для этого развернули первичные средства тушения и обесточили оборудование. По приезду пожарных частей начальник смены ветеростанции организовывает работу и допуск пожарных команд. И мы передаем полномочия, так скажем, пожарным частям. Но оперативный персонал продолжает работу по ликвидации уже по команде пожарных частей. Расчеты прибыли на ТЭЦ незамедлительно. Учения крупномасштабные, поэтому работу пожарных и спасателей координировал оперативный штаб. Главной задачей – спасти пострадавших и ликвидировать возгорание. Ситуацию осложняло то, что огнеборцам пришлось работать в потемках и в условиях сильной задымленности. Добавил трудности и большой уклон галереи. Привлекалось четыре единицы техники. Основной одна специальная. Также аварийно-спасательные формирования привлекались. Для ликвидации пожара было использовано четыре звеньев газомоточительной службы. Пострадавшие были выведены. Пожар был реликвидирован в кратчайшие сроки. Задача учения выполнена. Взаимодействию персонала ТЭЦ и пожарных в ликвидации учебной чрезвычайной ситуации поставили оценку удовлетворительно. Алексей Калашников, Сергей Голубев, Вести Биробиджан.